МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМО! Только сегодня все кулинарное богатство и шедрость осени на вашем столе. Все будет вкусно дарю вам уникальный майстер-класс с приготовления таких улюбленных рыбов. На вас ждут сытные и мясистые масляки и такие популярные, благородные белые грибы. Идеальное осеннее блюдо для всей семьи. Кристалево-прозорый маринад и соковитые, аппетитные один в один грибочки. Разом с найпопулярным народным кулинаром Украины Аллой Ковальчук, вы легко научитесь закручивать именно такие нижние и хрусткие маринованные масляки. Больше того, узнаете, как правильно высушить грибы и на весь рик сберегти вдома аромат осеннего леса. Просто необыкновенно вкусно. Только сегодня для вас сытный, приемно-солоненький, сирно-гребный пирог на золотистом песочном тесте. Идеально вообще. Разом с однею из найяскравейших участниц третьего сезона шоу «Мастер-шеф» Аліною Замковенко та неповторною Надією Матвієвою вы узнаетесь, как подготовить грибы, чтобы они не разлезлися после маринования. Как сварить маринад, чтобы грибы в бензе сберегли колор и не стали жарсткими. И, наконец, настоящий эксклюзив. Только сегодняшний день Алла Ковальчук проведет неимоверный майстер-класс со сбором грибов. Вы узнаете все про выбор добирных масляков и белых грибов. Белый гриб! Точно! Итак, грибное свято на вашей кухне. Мы гарантируем, это будет очень вкусно. Грибы вкусные, полезные и доступные каждому. Их легко можно купить на рынке, а еще лучше самим собрать в лесу и приготовить вкуснейший полноценный обед для всей семьи. А как правильно собирать, выбирать и мариновать грибы, сегодня расскажет моя подруга, опытный грибник и замечательный кулинар Аллочка Ковальчук. Вот я бы назвала сбор грибов чисто украинским видом спорта. Вот ты идешь за грибами, смотришь грибок, присел, наклонился палочкой и оттуда вытаскиваешь. А бывает такое, что смотришь, ты увидел гриб, а рядом грибник. И он тоже, быстрая ходьба. А потом начинается ползком просто. А поскольку мы так же, как и вы, любим и ценим природу, хочу напомнить, когда вы собираетесь в лес отдыхать или собирать грибы, пожалуйста, не разводите открытый огонь в лесу. Это строго запрещено, потому что очень велика опасность лесных пожаров. Инструктаж Алла получила, пойдем, Надюша. Аллочка, а на какие грибы мы сегодня будем охотиться? Охота на маслятые белые грибы. Надюшка, первая добыча. Аллочка, тут их так много. Ты знаешь, Надюша, это не случайность, потому что я знаю, где и в каком месте искать маслята. Дело в том, что они любят, когда лежит ветка сосновая, или же дерево такое. Но вот здесь место, где много зеленого мха, и вот где мох, там влага. Вот такие места любят маслята. И самое главное, что маслята растут семьями. Прежде чем я соберу первые грибы, хотела бы узнать, все-таки его резать или выкручивать? У меня есть знакомый один друг, он работал учителем биологии. И вот он мне рассказал, что одиночные грибы, то есть вот как белый, там, боровик, их нужно выкручивать. А грибы, которые растут семьями, их нужно обязательно срезать, потому что они размножаются грибницей. Если вырвать просто-напросто, то грибница нарушится, и в этом месте на следующий год не будет грибов. Маслята будем срезать. Но еще очень важная деталь. Когда вы срезали гриб, обязательно, пожалуйста, присыпьте или землей, или мхом то место, где у вас остался срез. Потому что на срез гриба налетают насекомые, сползаются всякие букашки, и грибница быстро начинает гнить. О, уже не могу, хочу срезать гриб. Давай, редай. Вот я закрыла срезы. О, Алла! А вот и ядовитые грибы. Уж их-то я знаю. Паганки и мухоморы это самые ядовитые грибы в наших лесах. Некоторые опытные грибники, они не знают, что собирать грибы, если они растут возле поганок или возле мухоморов, ни в коем случае нельзя. Даже если это съедобные грибы? Да. Не собирайте грибы в радиусе 20 метров. Гриб, он как губка, и он впитывает в себя ядовитые испарения от поганки. Поэтому, если вы хотите быть уверенными в том, что собираете действительно безопасные, съедобные и полезные грибы, пользуйтесь теми советами, которые Аллочка уже сегодня назвала. Здесь мы ничего не берем. Аллочка, ну маслят мы насобирали достаточно много, а белые-то где? Ну, белые грибы растут в старом сосновом лесу. Вот в этом лесу можно найти белые грибы очень легко и просто. Алла, мне кажется, вот там на поляночке есть. Давай посмотрим. Аллочка, белый гриб! Точно! Давай срезать грибы, пока грибник. Видишь, у нас грибник идет? Давай бегом срезать. Так, ну что? Наша тихая охота, а именно так называют иногда собирание грибов, сегодня удалась на славу. У нас полные лукошки грибов, но если вы не уверены в том, что вам встречаются съедобные грибы, пожалуйста, оставьте их в лесу. А нам пора возвращаться на кухню. Конечно, пошли, Надежда. Спасибо, Алла. Теперь мы точно знаем, где и как правильно собирать грибы. Но Алла пообещала сегодня еще много секретов о мариновании. Именно вкусному маринованию грибов очень хочет научиться моя сегодняшняя гостья, одна из самых ярких участниц третьего сезона проекта Мастер-шеф Алина Замковенко. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Алина Замковенко. Воно вражала кулинарным талантом. Вкусно. Ну, вкусно, да. Эпатувала модными образами и скандалила с всеми участниками третьего сезона шоу Мастер-шеф. Блин, это красная. Пошел, блин. Ты сама, ты, как была несчастна. Вам что, не работает спокойно? Или что, дебилы? Вона пришла на шоу, чтобы довести свекруху Господи, думаю, вот это капец. До выясновки, что невестка готует краще. Та недавно саму Алину ледь не до слез довели грибы. Саме тому она снова звернулася по допомогу на телебачение. Для кого ей конче необходимо научиться готувати для релизу? Девіться далі. Муж безумно любит маринованные грибы. Их у меня готовит безумно вкусно свекровь. Так как она живет далековато от нас, она нам передает несколько баночек. И один раз я зацепила две банки, которые у меня стояли. Они просто разбились. И я не захотела ее расстраивать свекровь. Попробовала сама приготовить, но у меня ничего. Дорогой, не волнуйся, я приготовлю. Я приготовлю. Ну это радует, что не пошла в магазин покупать, а решила сама приготовить. Ну блин, я ж повар, значит, надо самой готовить. Но у меня не получилось ничего. Мне хотелось бы как-то убить. А я их могу принести вам. Они здесь с тобой. Закройте глазки. Так и смотри с закрытой. Вот, фу. Такая вот гадость. По-моему, этими грибами можно пугать людей. Маринад похож на жижу какую-то. Обидно, что ты взяла прекрасных маслят и в результате получилось просто месиво. Это преступление, это... Нужно просто крест поставить и выбросить. У тебя что, принципиально важно научиться готовить именно грибы? Ну, приготовишь мужу что-нибудь другое, вкуснее, чем у мамы и у его. Нет. Ну, его мама очень вкусно готовит грибы, поэтому надо научиться тоже готовить их вкусно. На все будет смачно мы никого не оставляем в кулинарной беде. Теперь ваши маринованные грибочки станут простой легендой среди знакомых и, естественно, среди своих близких. Сегодня вы научитесь готовить красивые, упругие грибы с приятным соленым вкусом и неповторимым ароматом и в прозрачном маринаде. Вы узнаете, как правильно сушить грибы, чтобы вкуснейшие грибные блюда радовали вас круглый год. А кроме того, вы еще приготовите вкуснейший пирог с соленой и сытной начинкой с белых грибов, с луком и стягучим сыром. Ммм!